Минимум реквизита зрителей в зале на диванах, да и сцена далека от театральных параметров. Проект «Соль» предложил актерам Дмитрию Горкаве и Наталье Западной устроить открытую репетицию спектакля в зале арт-объекта «Чердак». И они согласились. Сегодня все у нас происходит против правил. Во-первых, есть негласные правила театральные, никакая черновая закулисная работа не должна быть открыта взору зрителей. Мы наоборот, нарочито делаем всю работу, у всех на глазах. Мы запускаем нашего зрителя как бы за кулисто, как бы во всю эту сложную, рутинную работу, которая не имеет никакого отношения к тому вдохновению, свету, который происходит во время спектаклей. Спектакль называется «Сказки сбитого пилота», выполнен он по мотивам сразу двух произведений экзупери «Маленький принцип. Планета людей». Центральным героем становится сам писатель. По воле судьбы или случая он встречается с персонажами, им же придуманными. Он соткан как бы из трех основных направлений. Это бессмертное произведение экзупери, это биография его и события того времени, напрямую связанные с его гибелью, с Великой Отечественной войной. Вот все эти три линии сотканы в некую единую ткань. А по сути это, конечно, просто с одной стороны реквием о всех погибших талантливых людях, которых очень жалко, а с другой стороны это гимн, это гимн любви. Роль пилота исполняет Дмитрий Гаркави. Он же автор музыки, идеи и либретта. Спектакль вообще очень музыкальный. Каждая композиция удивительно точно и органично вписывается в общую концепцию. Можно печаль мою забыть, проще сомнения утопить в поколе. Сам для себя стена, вот в чем моя вина, выпьем же старина, вина. Диалоги и монологи актеров на сцене – отдельная тема для разговора. Маленький принц олицетворяет все лучшее, что есть в человеке. Его истории просты и непосредственны. По сути он возвращает к жизни и пилота, заставляя его вспоминать себя настоящего. Родители сводили меня на концерт скрипичной музыки. Мне так понравилась музыка и скрипач, что я начал просить у родителей, чтобы они подарили мне скрипку. И вот однажды в сочельнике мне подарили скрипку. Я целую ночь на нее любовался. А под утро взял правую руку смычок, в левую скрипку и провел смычком по слабо натянутым струнам. Скрипка издала пронзительный, мерзкий визг. Сказать, что я расстроился – это не сказать ничего. Я был в состоянии абсолютного горя. Я положил скрипку в футляр и забросил на шкаф и больше никогда не прикасался к ней. В спектакле заняты двое героев – пилот и принц. Как раз пилот – автор, которого сбивает немецкий летчик непосредственно к Зюпери. Попадает в такой своеобразный мир, где встречается с своими персонажами, персонажами своих книг, воспоминаний своей жизни, переживает вновь. И вот, в том числе, общаясь с маленьким принцем в этом своеобразном таком мире, ну, чистилище, не чистилище, какое-то вот такое между небом и землей пространство обретает себя, находит вечный покой. Спектакль «Сказки сбитого пилота» впервые был показан в мае этого года в Санкт-Петербурге. Для Иванова это премьера, а точнее, генеральная репетиция премьеры. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. А что ты будешь делать здесь?